Итак, очередная система отопления майнингом. Это мой первый объект с М64 ватсмайнерами, с самыми классными машинками на сегодняшний день для отопления. Единственный минус, что они на одной фазе. Для кого-то это плюс, конечно, но для больших объектов это минус, потому что тяжелее распределять. В данном случае 4 машинки нужно было по мощности, и на 3 фазы раскидать, естественно, пришлось на 1 фазу и на 2. Это неудобно. А так в целом у них выход 70 градусов, стабильно 75, тоже более-менее стабильно, выше уже ошибка. Сейчас они работают, вышли на хешрейт, ошибка моргает, потому что при балансировке резко пошла холодная вода, но это естественно. Сейчас уже все настроено. Значит, схема устроена достаточно просто. Здесь очень тесно, приходилось, конечно, очень аккуратно все размещать так, чтобы свободное место здесь осталось. Итак, к сосиков идет горячая вода сюда в коллектор. Здесь в воздухоотводчике группа безопасности, датчик температуры от Санофа, там датчик температуры, который регулирует градирни. В воздухоотводчик – это шламотделитель, воздухоотделитель. И это байпас. Байпас нужен для того, чтобы обеспечить стабильную работу внутри контура. Сейчас внутри контура у нас входит квасик 56, выходит 65. Но при этом у нас теплообменник, теплосъемка, система отопления через теплообменник. Вот теплообменник, температура входящая, она, ну, я буду так говорить. Значит, здесь температура 57 градусов примерно входит в теплообменник. Но на выходе в отопление 35, ориентировочно. И выходит из теплообменника температура 33 примерно. То есть с 57 до 33 он охлаждается. И за счет того, что есть байпас, который управляется вот этим термосмесителем, у нас на входе в асике, вот здесь, да, на входе в асике 56 градусов поддерживается. Это нужно для того, чтобы не падал хешрейт и не выскакивало вот такой ошибки. Вот, в процессе балансировки, когда мы включаем-выключаем отопление, нужно настраивать этот термосмеситель для того, чтобы нужную температуру поймать. Второй термосмеситель нужен для того, чтобы он перенаправлял поток либо в обратку, либо на градирник. Градирни идут туда, через стену, и охлаждают, соответственно, теплоноситель, если у нас есть излишек тепла. Это насос на системе отопления. Здесь был второй котел электрический. Это первый 12 кВт и был на 9 кВт, который я демонтировал и заменил. То есть вся эта система, она как другой котел, который подключен параллельно к системе. На теплообменнике, который тоже подобран с запасом для отопления, чтобы минимизировать дельту, сейчас дельта большая, потому что система только запущена, теплообменник, входит вода 30 градусов всего лишь, то есть система отопления большая, и сейчас пока она холодная. Ну, выходит вот 36, то есть сейчас дельта 6 градусов. Это, в принципе, нормально. Когда прогреется, будет хорошо уже, будет дельтой более ровно. Но, тем не менее, все автоматизировано настолько, чтобы аськи не уходили в ошибку и поддерживали свой хэшрейт. Вот здесь уже 57, и скоро включатся машинки, градирни. На 58 будет включаться градирни. Сейчас установлена вот эта вот температура, и здесь у нас будет поддерживаться примерно 70 градусов на выходе из асика. И сейчас я балансирую вентиль на градирни путем просто измерения, какой температуры тут уходит подача в градирни, и регулирую в соответствии с тем, какая нам нужна. Градирни установлены на улице. Их две штуки из 36-х блоков. Это 36-е блоки, номинально каждый по 10 кВт, но на самом деле, когда мы перепаиваем их, они выдают по факту чуть больше. Так что, потому что та мощность, которая пишется на наклейках, она в совокупности с внутренним блоком, с компрессором, с типом фреона и так далее. Подключена также силиконовыми шлангами. Здесь балансировочный вентиль на всякий случай, потому что у этого проходное сечение чуть больше, чем у того. Здесь все обычно. Питание градирни, там подпиточный клапан. Здесь я заливал пропиленгликоль. И все, пока что в градирни отключены. Один градус остался до включения. Здесь поставлен расходомер. Он показывает 28 стабильно. Сейчас вообще 29. Это литры в минуту. Для этих машинок нормально это 25, учитывая, что каждая машинка потребляет 4 кВт. Здесь, кстати, заменены родные штуцера, которые очень малый проход имеют. Я заменил на елочку. Тут переход с одной четверти на одну вторую. И штуцер елочка нашла. Всегда использую силиконовые шланги, потому что они просто идеальны вообще. Не нужно здесь нигде смазывать, они не деградируют. В общем, очень клевая штука. Датчик расхода нам нужен для того, чтобы понимать, что если у нас ближе к 20 уже опустилось, значит засорился грязевик. И нам нужно систему останавливать, чтобы этот грязевик почистить. Без расхода мы этого не узнаем, разве что по дельте температуру. Но лучше расходомер всегда иметь. Насос здесь моноблочный, педролог. Моноблочный, потому что циркульционика здесь не хватит. У М-64 маловато сечения, в любом случае, даже с заменой штуцеров. И здесь пропиленгликоль обязателен, потому что там водоблоки алюминиевые. Поэтому педролог, который рассчитан паспортно на работу 24 на 7 при температуре до 90 градусов. Он трехфазный. Ставился трехфазный на случай, если нужно будет регулировать его мощность. Но в итоге сразу поставили 4, планировали постепенно, но регулировка это не пригодилась. Но она может понадобиться. То есть теоретически есть такая возможность. Насос отличный. Он, конечно, не как циркульционик работает, чуть шумнее, но здесь это не критично. Что касается автоматики. Здесь, в общем-то, все стандартно. Автоматы на асики. Включается автоматика. Здесь розетка на свитч, который раздает интернет. Трехфазный автомат на насос. Четыре контактора по одному контактору на каждый асик. Это санов, который показывает, какая температура у нас на выходе с асиков. Здесь обратка с асиков. Этот блок у нас контроллер вентиляторов. Он регулирует обороты на градирне, поддерживая тем самым нужную температуру. Здесь ничего особенного, но вот такая автоматика обеспечивает полностью автономную работу, независимо от того, включают они отопление или не включают. То есть, независимо от того, какой будет теплосъем там с теплообменника, у нас все это будет работать в автоматическом режиме круглый год. Если теплосъем большой будет с теплообменника, как сейчас, допустим, вот просто вот сюда, на градирне, он не будет подавать теплоноситель, потому что в этот термосмеситель приходит холодная вода. А температура этой воды, видна здесь, она 36 градусов ориентировочная. поэтому он полностью открыт напрямую. Здесь уже он смешивает. Он отсюда видит, что холодное. Нужно подмешать, взять горячую напрямую с подачи асиков, для того, чтобы здесь была тепленькая. Сейчас она 57. Чтобы всегда поддерживать нужную температуру. Конечно, он реагирует не моментально. Конечно, температура все равно упадет, когда холодное отопление будем запускать. Но, тем не менее, он это все компенсирует и плавное снижение температуры происходит. И за счет этого мы исключаем перезагруз асиков. На некоторых просто они перезагружались из-за того, что ошибка там low hash rate вылезает. Вот как здесь low hash rate вылезла, она вот до сих пор как будто, ну, потому что она была, она еще не сбросилась. Но этот hash rate быстренько восстановился, потому что хлопан все выровнял. По крайней мере, свою работу он сделал. Он исключил перезагрузку в машинах.